здравствуйте сегодня у нас volvo volvo s60 я знаю что вы мне давно уже просили снять volvo s60 s80 xc90 но xc90 все поголовно отказываться я не знаю что за волшебная аура этой машины но xc90 будем снимать будем искать все нормально про peugeot 607 про mercedes 210 211 все это помню весь этот список у меня есть по мере возможности снимаем volvo у нас было совсем недавно два года назад мы снимали c30 и тогда уже просили и другие модели от s60 сегодня снимаем с 60 volvo автомобиль который я когда-то хотел себе купить когда у меня был первый автомобиль тринадцатом году четырнадцатом я у меня была мысль купить volvo но побоялся на тот момент проблем и эти мечты умерли вместе со временем ушедшим автомобиль был представлен в 1000 году на платформе p2 то есть укороченная с 80 соответственно машина меньше и немного жестче чем с 80 а по сути так уменьшенная копия так скажем было два рестайла 200 четвертом году наша машина чертой года рестайла уже другие бампера у нее шестом году уже во-первых по дизелям 185 сил только было были двигатели и на зеркалах уже были повторители поворотников тоже очень хорошая тема в городе когда чё четко ясно что вы собираетесь в четвертом году фары тоже изменили но изменили морду заднюю часть автомобиля стала более современной более красивой но интерьер бы более весел автомобиль не такой скудный обыденный все-таки эти фары смотрится получше чем на дорестовых еще по кузову вообще в принципе кто-то называет что вольво там устарел устарела смотрится но по мне интерьер мне и нравится единственно что из-за этой линии боковой что очень далеко стекло утоплено так скажем здесь но думаю ближе потом покажу создается впечатление что салон более скажем так стеснен у вас меньше объем салон за счет этого потери пространства в салоне происходит но автомобиль не скажу бы особо просторный был но такой уже степени тесный как бы вы пятерки потому что тогда класс все-таки считается и до класс мы снимали у нас есть отдельный плейлист по д-классу там можете смотреть и конкурентов ну что ж по ходовой спереди макфорсон сзади многорычажка классическая да классная компоновка вообще по в принципе очень хвалят у автомобиля тормозные трубки шланги это очень долго ходит не ржавеет и не требует замены но не так как в сравнении с другими автомобилями это живучие место по ходовой тоже она ну во первых не любит перегрузок задние особенно ходовая были проблемы что и лопались пружину от серьезных перегрузок уже страдала ходовая часть не скажу по нас сильно лому че лому че но по стоимости она все же немного подороже чем тот же больший стой если касаться двигателей то в целом стоимость запчастей по двигателям но сопоставима с другими автомобилями д-класса а вот даже брал сравнение но с моим большинством с моим автомобилем я тоже про него снимал то есть ли брать сайлен блоки самые дешеванские сайлен блоки которые стоят там сильно большейшие 7 рублей минимальные здесь уже начинается 10 то все равно уже на 20 30 процентов ну примерно так цены уже растут то же самое насчет но амортизатор еще более-менее то же самое дешевое поставим мы по цене но тем не менее вот многие запчасти уже дороже заметно также была версия полноприводных автомобилей был халдек 2 3 4 поколения и там тоже были свои проблемы нужно было менять тоже жидкость 1 30 40 тысяч чтобы избежать проблем дифференциалом были проблемы с приводами особенно на задних на на заднем приводе именно хотя с передними тоже бывает на передних приводных автомобилях особенно с автоматами болезни с приводами так целом если не не хотят лишнего геморроя и удорожание ценно-стоимости обслуживания лучше отказаться от полноприводной и взять такой как у нас переднеприводный автомобиль по кузову как я и говорил здесь именно машину раскритиковали за то что очень далеко кромка верхней уже утоплена то есть примерно 45 сантиметров объема ширины салон теряет из-за это из-за этого и возникает такое чувство утесненности что салон не ну меньше по габаритам и насчет самого кузова кузов это очень хорошая сторона этой машины потому что я понял тоже когда вот хотел его покупает там посмотрел но вот испугался всех проблем и отказался от покупки а сейчас уже особо автомобиль уже честно сказать говорить правду постарели и сейчас нужно уже выбирать по знакомым либо автомобили уже с прозрачной хотя найти автомобиль уже 15 лет не с прозрачной история все равно году возьму своя ладно не буду отрекаться то есть ухожу в сторону извините смотрел по кузовам самая большая гарантия на связной коррозе кузова это было уволева увага там было audi volkswagen и там 12 лет сквозной коррозе там бмв 6 у mercedes не помню там тоже около порядка шести лет уволева было чуть ли не 15 лет даже некоторые выше писали самая высокая гарантия сквозной коррозе кузова и действительно здесь встречается сколы где-то там камень автомобиль поймал дед по щебенке проехал все так все это встречается да конечно многие сейчас начнут спорить что не тоже ржаво встречается да потому что слой эксплуатации тоже будет разная усталость металла тоже есть но таких уже полностью ржавых выцеливших я не видел даже вот эти сколы дан там немножко рыжиком покрывается но не более того не ту же таких жуков прямо в обнивании видел да там я volvo s60 тоже такой же только бежевый и автомобиль до рестайловый был там передние крылья были ржавы но видимо тот тот автомобиль был где-то в морду ударен они были заменены а также volvo ну ржавые не видел хреново покрашенная да там лохом а именно чтоб дыр и все остальное тут ну кузов это сильная сторона той машины и вообще рекомендую всегда когда перед тем как ехать вот r drive там 15-20 секунд r в драйве от постоять чтоб масло все равно прогналась на автомате на роботе где угодно ли на любой на любой машине вернее на любой коробке вот это сделал на механике тоже лучше поиграться веслом передачи погонять чтоб масло тоже прогнать немного вообще спереди макфрессон сзади на горячашка я уже тут в принципе не буду докапываться ну все они по жесткости там свои по мягкости ну примерно одинаково что-то где-то мягче что-то где-то жестче в цепь этом сит районе от переключилась незаметно так вот ну четко да я почесал так колыхание было и все не более того сит районе там гидро пневмак там уже своя система чуть-чуть мудреная может где-то жёстки и жёстче мягче но там преимущество что крики линзы клиренсы регулируемой здесь ну я не сказал бы что машина жестко блин и едет она до мягкой может там чуть-чуть там бы 6 но это неправильно с ним сравнивать чуть-чуть мягче там будет другой автомобиль но в целом 5050 сзади и мая горчашка спереди макфрессон тоже конечно колесная база зависит пружины амортизаторы тоже с этим можно поиграться и машину можно сделать мягче из-за этого так что это тоже далеко не показатель единственный ну что ж по движкам здесь были бензинки 20 turbo 2 и 3 2 4 атмосфера 24 turbo 2 и 5 turbo 2 и 5 turbo r 300 сильный двигатель был это уже прямой конкурент бм3 делали а вот по ну 2 и 5 turbo можно чиповать там как обычно стандартный набор замены турбинкой там еще как обычно может трех сил 300 сил догнать но все равно turbo r вы не обгоните уже если я не ошибаюсь у 25 turbo r 300 сильно там чуть меньше степень сжатия не хватает детонацию поэтому насколько я знаю поправьте если вы лучше знаете потому что я не вольво вот вот и 25 все-таки там по меньшей степени сжатия то есть поршни придется поменять чтобы ну просто вы не сможете ехать так стенд вам покажет 300 сил но руку вы не обгоните потому что система сама будет сбрасывать углы по уменьшать буст чтобы автомобиль не хватило дину короче будут верить и будет спасать сам себя короче по дизелю у нас как раз дизельный двигатель 24 один единственный дизель нас куча модификации там 120 сил было 136 163 потом с 2006 года постоянно было 185 у нас 163 забегая вперед и у вольво хорошее обозначение двигателей то что да действительно там увага нужно все эти буквы запоминать 4 там c баб как у меня это двухлитровый дизель от садов это 18 бензин как был на шкоде супер то есть там тупо запоминать индексы у вольво да я согласен нам с другими людьми тоже писали что да действительно d наш дизель бензин здесь d5 то есть дизель 5 цилиндров 24 это объем 2 и 44 4 значит 4 клапана на цилиндр т значит turbo все и да все логично и понятно в этом плане без излишеств и без заморочек первое косяки но то что касается подкапотного пространства немного часто двигателя отхожу гидроусилители сопливятся немного да есть такая проблема проблема с приводами по движку индекс я уже сказал 24 дизель 163 лошадиные силы с 4000 оборотов 340 крутящего с 1750 то есть характеристики ваговские здесь по сути прошу прощения в вякнул я про вак я фанат вага кто знает давно на канале тут знает ладно забыли 81 поршень кота в 93 2 степень сжатия 18 рядный блок птиц цилиндровый алюминиевый 20 клапана и гб цену то бишь 4 клапана цилиндра 20 клапанов ну гарри грим ременной если повторяюсь по моему сказал ну ладно на всякий случай повторился 400 тысяч километров примерного ресурса заявлено за не примерно а сто процентов только двигатель отходит заявлено заводом-изготовителем но именно про поршневую прониз потому что по косякам в принципе были проблемы с топлив с форсами соплиной аппаратуры до 2002 года но это более до рестовых является то есть это автомобиль пролетают эти косяки и на изнашиваясь гидрокомпенсаторы коромысла то есть на 200 250 тысяч метров пробега ориентировочно в этом диапазоне требовали замены все это но люди не моро не заморачивались то поменяли головы ездили дальше в принципе здесь предыдущий владелец голову поменял то есть преимущество бушных машин то что их много на разборках про них уже все ясно все известные все косяки можно устранять и возрастные косяки которые касаются уже там 3 5 6 там 7 летних машин от в это в этой возрастной категории уже когда автомобилю 15 16 лет это уже его не касается потому что уже такие косяки устранены и вылезают уже другие возрастные вот и из-за плохого масла двигатель вообще не не коробка не двигатель но про коробки чуть попозже здесь не приемлют плохого масла потому что гидрики кстати еще начинает стучать ну плюс-минус обычно за 100 там 100 110 и когда они низкие уры вене масла тоже это неприемлемо для двигателя так пасек по косякам еще ну конечно течи сальников но у под клапанной крышкой как обычно что тоже может потеть течь сальники и тому подобных и насчет ремней вот многие чего я свое время испугался и сейчас это уже ну не стоит бояться то что рвались постоянно ремни грэма постоянно что-то происходило все ой там порвется любой момент на самом деле ремень грм ходит достаточно долго и надежно то есть ну конечно сейчас оригинала не найдете сейчас везде аналоги я бы менял раньше там до раз 60 тысяч оба его менялась их случай а ручейковый ремень происходило что ручейковый ремень рвался и попадал под грм и рвала грм именно из этого поэтому многие люди тоже пишут на отзывах полной информации то что ручейковый раз 30 40 тысяч надо менять обязательно но лучше в 30 я бы так в 30 25 30 менял бы шея много не наезжаю и смотрите за состоянием ролика и все и то есть вот этим вы себя и обезопасить и но в целом да там турбина когда-нибудь выйдет из которой там по форсунка может выйти если вы там плохого топлива когда нальете из-за возраста тоже там где-то будет переливать не доливает но сбой по показаниям топлива именно то есть возрастные проблемы именно из-за возраста из-за эксплуатации что любую надежность можно убить возрастом и огромный пробегом по бензин ком 2 и 0 2 и 3 я бы вообще обошел потому что машина немало лет и мне 3-4 года уже к сожалению что машины классные желе пшоте volvo и 60 которые пошли дальше мне честно время нравится мне от внешние эти больше нравится хотя если уходить в истории там же китайцы скупили там же и дизайнер поменялся там уже компания полностью поменяла свою политику и ладно сторону хожу в общем 2 и 0 2 и 3 катастрофически мало отзывов там паром 23 отзыва это люди там последний раз не три года назад писали отзыв о своей машине там что не поменяли то есть машин мало в продаже таких лично у нас и не видел в россии конечно таки вы найдете выбор тупо больше украине тоже вот и в россии машины подешевле но тем не менее все равно 20 2 и 3 бы не брал пошуну 20 пишут что оптимально с точки зрения расхода топлива и динамики в городе но все же блин я был лучше не брал бы 24 либо же бензин кищите 24 2 и 5 турбомоторы насколько я знаю опять же поправьте 24 turbo его с 2003 года сняли с обороты уже остался 2 и 5 насколько я знаю 24 атмосферник слабоват ну спокойно умеренному водитель он подойдет но целом слабоват и 24 там тоже и 24 turbo и 2 и 5 turbo в целом проблемы якобы одинаково единственно что там турбины есть если что он турбину придется менять если что-то с турбины произойдет тоже грм ручейковый такие же могут быть казус и плюс еще тоже касается и дизеля в принципе течи сальников соли коленвала начинает пускать масло масло попадает на ремень грм и рвется ремень грм то есть тоже нужно обратить внимание на это а так электрика ну да электрика бывает делать мускать им машинам помпа фазорегуляторы там тупят на бензинках то есть тоже ничего такого катастрофического просто нужно должен должен обслуживание и нормальное состояние изначально автомобиля либо покупка и полный ремонт всех этих проблем участвовать фазорегуляторы там сбой по фазам все остальное тупо это все и сделать сразу ездить тогда да все будет спокойно классно ага сам били были но это не нужно было допускать это тоже было все нормально опять же качество обслуживания качество качество масла и более частые замены никогда не устанут оговорить это нужно постоянно но вообще в принципе по количеству проблем по стоимость их решений 2 и 4 атмосферник самый надежный самый простой мотор самый дешевый в обслуживании считается плюс 24 там были 140 170 сил там 140 можно но это более актуально для россии потому что там налог от мощности двигателя зависит можно купить 140 сильный по документам чипануть у вас бы 170 сил и опять же тоже не надо никаких середины уровне выше полный уровень масла должен быть нормально всегда ну как показывает практика физику никто не отменял 5 цилиндровые двигатели у любого любого производителя всегда с нечетным количеством цилиндра всякие-то косики возникали всегда какой-то цилиндр то это же самое в принципе было я 6 c4 1 идея четырехцилиндровый дизель отличен хороший мотор а 2 и 5 дизель 5 котел все данное об этом рассказывал опять же отвлекаюсь по автоматам здесь были пятиступенчатые шестиступенчатые автоматы айсиновские 6 ступенчатый автомат здесь пошел именно уже 2006 года с рестала и уже был отдельный радиатор охлаждения масла а в пятиступенчатых автоматах которые здесь в принципе установлен тоже и айсиновские автоматы на volvo поставили раньше чем на другие машины там были некоторые конструктивные изменения по ним самый главный казус там недостаток кому как угодно лучше называть то что до попадания но масло мешало с антифризом масло коробки потому что теплообменник радиатора там они смешивались это иди единственный радиатор один на охлаждение масла коробки и антифриза это все мешало теплообменники радиатора масло грелась коробка грелась в пробках в жару шарики стран в пробках это же рекомендуют 30 40 тысяч масла в коробке менять владелец меняет раньше 1 20 тысяч хотя бы частично там слили несколько литров столько же и залили вот то есть проблемы именно это так автоматы в принципе неплохие но опять же из-за возраста потому что машина немало лет их уже не раз от капитали ну как минимум раз то есть уже там что касается бублика там пакет фринцов фрикцион тоже опять же когда когда перебрали как перебрали но в принципе они уже по разу их от капитали и проблемы тоже уже известны ну конечно самый главный вопрос цена автомобилей цены надо рестайловые рестайл с 2000 года по 2009 каких производили самая дешевая 2 600 2 700 2 и 4 бензин ушатанные машины но тем не менее самый дешевый в продаже самые дорогие 8 от 8 до 8 700 2 и 4 дизель 2 4 бензин бы вот таких диапазонах ну что как обычно по багажниками кстати по типу кузова т-60 это седан а вы 70 это универсал но тем не менее вы 70 это е-класс а это д-класс но по большому счету ну да там с в в 70ом третье поколение уже с 80 начали штамповать уже под на платформе с 8 но до этого не могу понять это может там чуть-чуть она длиннее по габаритам вошла но только по габаритам тоже неправильно преимущество багажника то что но не сказать что здесь узковато но крышка откидывается далеко и бывают каких-то автомобилей загромождение то что крышкой до конца открывается и что-то крупно габрит габарит на длина не помещаться здесь есть этом преимущество есть ручки чтобы сложить спинки задних сидений багажа достаточно глубокий вы каждый как багажник полноразмерная запаска аккумулятор здесь расположен возле запаски и насчет аккумулятора тоже да там если вы с пассажем аккумулятором катаетесь то может он разрядиться машина не заведется и придется перешивать мозги так что лучше дешевле ездить с новым аккумулятором постоянно придется перешивать мозги перешивать ключи еще по новой полностью делать даже если машина завелась это не значит что нам где-нибудь тут блин через 10 метров не заглохнет и вы не заведете ее потом полностью так что лучше все таки самым аккумулятором ездить себе дешевле выйдет то есть автомобиль вроде бы мозг делает но не знающим людям не владеющим информацией когда знаешь все косяки от сурчаковым ремнем там допустим с аккумулятором на полном приводе если вы полноприводной машине купите вы не будете знать что такое дифференциал тоже там мозг делал отдельно головная боль из-за того что выхлоп рядом расположен то с карданом была проблема так как его жарила от выхлопа то есть многих проблем можете избежать переключение я не замечаю при резком нажатии машина рвет то есть ну любая будет рвать по большому счету особенно дизель так что здесь больше на впечатление машине надо обращать внимание вообще минус машины в первом для начинающего водителя то что недостаточный выворот рулевого колеса то есть траектории не так серьезно меняется если вы решили вот здесь день будет развернуться то говорится подключаете все ваши извилины глазомер чтобы нормально не 10 раз туда назад вперед назад давать потому что дал это минус там если развернуться в ком-нибудь дворе узком это уже до некоторая проблема возникает особенно если у нас автомобиль был хорошим выворотом а вы сели потом вот на такое volvo да это первое время будет немного вам некомфортно ну а это автомобиль полностью обслужен как нормальный хороший приемлемый уровень выше удовлетворительно то есть я отпускаю рулевое колесо он едет прямо никуда не виляет никуда не уходит рактор и не меняет все что касается ходовой здесь нету люфтов я не сидел не подруливал он четко держит дорогу тут тоже наплывы выбоины были там тоже дорога недалеко не первое качество уже раздолбана грузовиками вот но да может где-то вот на ямах будет жестковато что я чувствую что ну ход подвески не такой большой там как у конкурентов того же там а так в принципе на уровне что взять допустим ford mandela который был там но они уже конечно конкурент особо не годятся потому что с 60 ну хоть д-класс но он все чуть точку превосходит их потому что он до уже ближе к е-классу все равно он в д-классе получается король если так взять потому что до бмв пятерки там audi a6 не дотягивает но он в затылок дышит уже ну что ж посол первое мне очень удобно я тут не нахваливаю ничего не хочу говорить но реально я когда вот volvo ездил пару раз там уже знал что машину покупать не буду но решил все-таки посмотреть вдруг передумаю да боковая поддержка подголовник вот это все не спорю даже может удобнее чем мою любимого вагу бмв да здесь сидеть это круто хорошее сиденье вот очень хорошо тебя расположен тоже закос под бмв немного что в сторону водителя повернута торпеда и закос под mercedes пока не забыл складывание подголовников задних сидений тоже с кнопки они прыгнут назад то есть идея здесь классно удобно все расположено ниша нормальная много чего поместится по самим материалам материалы хорошее качество да где-то скрипы все равно с возрастом уже будут где какие-то сверчки качество материалов неплохое но у немцев салоны изнашивается чуть медленнее чем здесь а так в целом вообще по оснащению ничего не скажешь то есть ну ну круто отдельная моя любимая этого рейка вот везде во всех автомобилях она щелка это актера особенно когда в городе на варейке стал там на остановке общественного транспорта либо там на какой-то парковки там кто-то звони там отвечаешь на тип она еще щелкает а здесь просто мигает и это очень круто потому что тупо не за ю вот а так управление фарами в классическая тоже крутилка это круло и люблю это телефон здесь все работает сиди шейнджер на 2000 арты вот все понятно что то устарело но выглядит еще нормально герметизация луна включение и выключение кондиционера настройка обдува воздуха потоки воздуха обогревы перенесения стекла обогревы передних сидений включение стабилизации складывания подголовников занесла не зеркал парактроники ну все в принципе по рулю тоже управление круизом на руле тоже делал привычки я ничего не говорю мне проще когда отдельно на рещаге но все нормально делал привыч понять положить трубку на телефоне переключение треков звука на 10 7 единственно минус volvo вернее не минус а особенность но и это автоматический минус потому что финансовое вложение когда вы здесь меняете эту часть там стеклоподъемники либо там динамики шушу еще чтобы выставить это нужно перепрошивать иначе не работает пошивки потолка но мне нравится то что бежим что белом не честно говоря уже надоело здесь бежевая полностью обшивка дверей торпеда сидений и бежевая крыша вот в один цвет это конечно в кайф это всегда круто потому что ну это уже обыденность стало в современном мире когда темный салон серый там черный и белая крыша это уже там может мои уже я цепляюсь но это ну не нравится в общем ручка стирается конечно же не кислый пробег автомобиля там 400 тысяч почти руль здесь конечно же перешит и стоило это 20 долларов и руль уже свежо классно выглядит конечно 20 долларов это но это тоже деньги конечно но это смешная сумма по сравнению с ощущения потому что конечно когда садишься руль уже весь затерт по коцам тоже это очень чувство поношенной вещи но она неприятно ты понимаешь что дата буш на машина спрыгну не хочется этого хочется что все было классно но механический ручник для меня это минус что я привык электро ручнику и насчет этого споры тоже рождается что электро ручник хуже что при электропривода но сколько тросиков я на свои на своей прошлой машине менял не тех кто водой облила потом ночью заморозки и трассы там замерзли что-нибудь то электроручник я в принципе уже за четыре года владением скоро бы четыре года я негатива не испытано то мое личное там убеждение и мнение ну что ж по месту ради здесь установлена подпольная тонировка хотелось тонировку и владелец установил то есть не заводская так в принципе даст диван удобный мягкий классный насчет есть обогревы за них пассажира все хорошо но спереди развалился по-королевски и тем самым себя загоняешь сзади в тесноту если садиться сам за собой но по мне еще место остается мой росло 76-77 примерно но если более росло водитель сядет здесь то но тесновато до соглашусь потому что но не физически тесно аморально по что видишь он вместо маловато тебе не тесно но это вот ограниченность просто пространство на тебя давит все равно и уже легкий такой дискомфорт хотя ты его физически не испытываешь но морально он возникает подстаканники подлокотник все как обычно подлокотник нормально все-таки хотелось бы немножко фон по длине чтобы здесь потому что же рукой ощущаешь ощущаешь это отверстие но кул контур те на руки отображается но так в принципе ну не сказать что что-то раздражало а забыл сказать память сидений есть память зеркал то есть в этом плане полный комфорт так вот целом плавно давишь все равно переключается от полутора до двух она играется если резче нажать в три за три начинает более жестко переключать быстрее ехать у сейчас чуть чуть сильнее нажал она уже понимает аж до двух с половиной было где-то закрутила то есть машина понимает понимаете нормально она не тупит не тормозит хорошо отыгрывает по поем да где тут вот сейчас правой стороны специально правым колесом влетел прошу обращения перед владельцем но даже чуть жестковато там на таких ямах выбойных вот не то что я говорил некоторых автомобилях я быстрее траекторию меняю в целом по качеству отделки салона по интерьеру от людей хвалят надежность интерьер качество отделки кому-то нравится кому-то нет смотря кто на чем ездил но дороговато обслуживание до люди отмечают и вот то что машинам замудрена электрикой но вот и все все что я хотел сказать автомобили хороши если в хорошем состоянии вы найдете неушатанный экземпляр хотя бы более-менее досмотрим все родители придется вложить но в зависимости как много и насколько плохое состояние все равно как обычно такое скажем не писаны закон чуть выше середины рынка рынка машин нужно брать то есть нормальные 60 у нас в беларуси обну порядка 6000 доллара надо рассчитывать так более-менее в россии конечно будут машины подешевле но тоже чуть выше середины рынка а насчет именно кузовов да вот плюс автомобиль это кузов и еще один плюс то что машина очень сильно заморочены на безопасности то есть если там уже подушка выстрела какие-то датчики там уже но спрятать и практически невозможно с электрики они очень тоже заморочены и в то время сейчас уже конечно с этим проще но раньше тяжело было скрутить пробеги на этих машинах это тоже было очень большое большая головная боль и просто люди не заморачивались потому что если не получится нормально то потом при покупке когда-то обнаруживается уже тебе никто не поверит то есть люди короче говоря эти машины основном с родными пробегами ездили это тоже еще серьезный плюс ладно не буду сворачивать на второй круг спасибо за просмотр ставьте лайки расскажите нас друзьям делайте репосты счастливо